здравствуйте дорогие друзья сегодня я немножко прибираю свои плющелистные пеларгонии вот они у меня сейчас не так жарко и они у меня стали такие вот пышненькие обросли вот убираю отсветшие цветочки сколько мусора набрала вот привожу в порядок вот такие симпатяшки они у меня получаются даже вот такие вот обрезыши обломыши вот такие вот красивенькие стали образцы вот в очередной раз хочу вам показать сорт pink chart его особенность нам молоденьких листиках появляется вот такая желтушность желтенькая это значит после полива растения после полива ну такая особенность у этого сорта почему-то после полива он начинает резко желтить листики потом горшочек подсыхает и все нормализуется а вот такой сорт окка вот он стоит вот здесь у нас выставленная шибинга то есть здесь нет поликарбоната и он стоял на него прям солнышко пекло вот у него покраснение это как бы загар такой получился то есть вот эта часть кроны испытывала стресс от солнышка поэтому получилась вот такая красная ну и соответственно это и подсыхание было а вот с этой стороны он более-менее поэтому я сейчас развернула немножко сдвинула в сторону под поликарбонат его чуть-чуть спрятала но это мои маточные растения поэтому ничего страшного я и переживу и такой вид тоже вот забрала сегодня отвозила посылки транспортную компанию и забрала с города со своего места на рынке вот такие вот растения вот это щелистная она обломалась вот здесь слон облетела уже отцвела то есть ну совсем некрасивая то есть я сейчас ее приведу в порядок ну каким я могу образом привести в порядок и и просто обрежу очень коротко это все срежу черенки сейчас я пока не беру не до них сейчас не сезон для них совсем вот такая вот останется култышечка скелетик такой останется буквально вот один один отрастающий побег вот видно что зелененькие молоденькие листики и вот это вот с одним листочком побег здесь вот уже почечки понятно что они уже просыпаются потому что побег был сломан и наклонен хорошо и вот здесь вот уже просыпаются почки поэтому через какое-то время это растение обрастет так я отобрала несколько экземпляров красивые которые после обрастания сейчас опять отвезу на на рынок поставлю их на продажу сейчас я вам покажу вот эти красотки pack white pearl вот такая вот красивая уже подвешивая ее полила вот она обросла цветет вот такую красоточку отправлю на рынок вот такой экземпляр вот это литровый горшок с подвесочкой сортовая пеларгония у меня стоит 300 рублей на продажу на рынке дороже на местном на местных условиях дороже у нас не продаж вот это pack apricot такой красивый цветок расцвел здесь еще вот несколько бутонов есть тоже оброс весь красивенько листиками вот такой вот здесь вот тоже у меня вот были на реанимации растения вот тоже обрезанные вот тем коричневые такие побеги и вот они теперь обросли мы пока еще это крокодол о нет это роллер спионер сорт это сорт красивыми такими сетчатым рисунком тут я вам показываю не суть сорта а суть того что после обрезки как растение опять восстанавливаются но проходит времени немало после такой обрезки пока они восстанавливаются вот это вот еще растение мне совсем не нравится то есть я оставила с цветочками с цветочками видите лист опять же сбрасывает частично частично вот сбрасывает лист вот эти цветы они тянут они тянут энергию с растения поэтому нужно было не жадничать нужно было бы также коротко обрезать и уже бы давно восстановилась растение и зазеленилась то есть к чему веду я можете не надеяться что вот такое облезлое растение с цветочками когда ставите она у вас вас прянет нет видите не воспрянет это плющелистная пеларгония а вот эти которые были обрезаны покороче вот покороче обрезали и вот так они зелененькие и уже вот пошел побег вот справа и вот уже бутончик есть то сейчас эти побеги нужно будет прищипывать вовремя и не давать им так разрастаться плетями вот еще один pink chart вот тоже после обрезки он уже быстрее забутонился и зазеленелся весь стал более симпатичный даже вот этот вот смотрите это крокодол вот эти листья золотой сеточкой вот обрезан был тоже также некрасиво был свисал сильно наклонился в одну сторону плети вот они уже одревесневшие побеги и они уже тоже видите покрываются молодой зеленью но здесь вот один побег был молоденький он же уже быстро развивается и цветет и бутонится то есть если мы после неудачных допустим продаж или каких-то манипуляций с растениями если мы их обрезаем покороче то они быстрее даже восстанавливаются вот нужно это иметь ввиду здесь вот у меня не сухие я их здесь еще не поливала вот еще один такой же жертва обрезки ну это я вам все так подробно и несколько раз показала для того чтобы вы не боялись обрезать ну это не страшно что вот вы обрежете вот оставите совсем вот пенечки такие ну и она потом растение это не будет жить будет она будет жить в любом случае потому что корневая система здесь хорошая развитая она здоровая потому что растение же была здоровая имела много листиков ну нам форма не понравилась там или веточка обломилась ничего страшного обрезайте есть у меня вот такой экземпляр он тоже после торговли приехал уже немножечко постоял здесь вот были бутончики и они отсохли когда было ему темно вот здесь вот новые уже бутончики образовались то есть в этом случае я растение про не обрезала просто привезла до поставила а потом она стоит стоит руки не доходят его привести в чувство смотрю он уже оброс вполне себе прилично теперь только вот я прищипну побеги верхние точки роста а беру вот эти сухие листики на вот здесь вот немножко одна веточка сухая я ее тоже вырежу то что побед погиб уже совсем отсох что-то ему не зажилось ну немножко его так вот причешу более более так приличный его вид создам эту ветку наверное все таки и укоротить надо на слишком да вот здесь вот новый побег есть а вот так по этот побег уберу вот здесь вот такие листики некрасивые чудо сухие какие-то почему герань сушит листья ну вот на примерах что я вам показываю можно уже догадаться что прежде всего причина в недостатке света допустим у меня вот эти растения были в теплице жили в теплице потом я их увезла продавать на рынок там где я вам показывала где у меня место там просто обычное освещение то есть нам-то людям для взгляда для глаза хватает освещения растениям этого освещения будет недостаточно они не привыкли к такому освещению то есть там будет свет он не солнечный он искусственный и растение сразу испытывает голодовочку то есть обмен веществ был настроен на одно освещение на одну интенсивность здесь она резко пропала значит где брать питание нужно первонаперво взять из собственных резервов что такое собственные резервы это те самые листья какие листья пострадают больше всего именно старые которые у которых уже такой интенсивный обмен веществ и которые находятся внизу кустика они спрятаны под другими листочками более молодыми и поэтому растение с целью как бы оптимизации питания оптимизации процессов быстренько начинает забирать пластические вещества из этих нижних листиков свои верхние и поэтому листики начинают желтеть но я не обрываю такие листики потому что из них еще процесс не ушел весь то есть пластические вещества из них еще забираются и забираются а вот когда листики уже совсем засохли уже совсем сухие вот тогда я беру ну так так я считаю если как бы нужно растение красиво придать ему вид такой продажный прихорошить приукрасить то конечно нужно это все обобрать и привести более такой приятный вид хороший ну вот более-менее дальше это первая причина недостаток освещения когда было на хорошем освещении попала плохое дальше следующая причина когда у нас растение все время стоит на не очень хорошем освещении процесс примерно такой же когда верхние листики работают они освещаются или загущено допустим верхние листики работают они хорошо освещаются относительно хорошо получают какой-то свет а нижние листики ниже становятся они взрослее в них также замедляется обмен веществ и происходит точно так же забираются пластические вещества центр роста новую макушечку и в этом случае лист еще имеет свойство мельчать вы замечали когда-нибудь да что вот первые листья когда растеница была маленькая первые листья такие крупные лапушистые такие получаются до первые а потом все с возрастом мельче 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 как бы вот дальше они мельче почему-то образуются потому что значит условия такие что это хорошо заметно зимой осенью мы заносим экземпляры такие крупные лапушистые красивые а зимой во первых длина дня сокращается интенсивность света уменьшается солнышко по-другому начинает светить и лист уже не растет такой огромный ему вот и этого аппарата листового вот этого площади вот этой хватает чтобы захватить большой площади и и не с чего построить потому что пластические вещества все арки органика образуется только в процессе фотосинтеза под влиянием света углекислоты co2 воздуха и воды углекислого газа не углекислоты так еще что делать в этом случае когда листики желтые ну прежде всего подкормить в этом случае не рационально будет как бы я бы так сказала подкормки здесь эффекта не дадут вот что помочь в этом случае может только улучшение освещения то есть создание оптимальных условий для фотосинтеза растений и тогда растение само начнет восстанавливаться само начнет обрастать но вы же видите я уже неоднократно показывал да как у меня растения стоят на реанимации после неудачных продаж они там бледнеют они там подсыхают цветочки становятся бледные листочки желтеют все я привожу назад и все это дело обрезаю обчищаю и выставляю опять на свет они стоят теплицы на естественном освещении это пока вот сейчас лето еще зимой это все будет ну во первых у меня таких растений больших уже серьезно сократится если какие-то там останутся то они пойдут если не будет хватать освещение они пойдут под дополнительную подсветку на на стеллажи вот и подкормки в этом случае не восстановят нам растения то есть они ну не эффективны и будут мы только излишний раз засолим почву в горшке создадим излишнюю жесткость почвенного раствора насыщив насытив его солями излишними повысим его концентрацию и для растения помощи то большой мы не окажем самая главная помощь это увеличить освещенность если стояла допустим на восточных окнах на западных вот в течение лета да то в зиме сокращением интенсивности солнечного света и укорачивания дня нужно переставить на более южные окна вот такая у меня pack viva carolina ну вот она и обрастает то медленно кстати этот сорт думаю что где-то вот в конце сентября как буду черенковать я возьму все-таки несколько с него черенков сорт востребованный вы многие спрашиваете есть ли есть он у меня есть но черенков то с нее очень мало у меня один всего маточник поэтому маловато думаю что я выращиваю черенок другой и возьму для себя еще один маточник сделаю так значит мы договорились что решение с подкормкой и это не выход из ситуации в этих случаях что же тогда выход выход улучшить освещение когда кормить кормить нужно только тогда когда растение имеет хороший развитый листовой аппарат находится в оптимальных условиях освещенности и температуры температуры тоже немаловажный фактор потому что зимой допустим если я имею с теплицу зимнюю отапливаемую теплую до находятся у меня там растения но выпал такой период что очень холодно или даже на югах теплицы не отапливаемые растения находятся там освещение достаточно но температурка подкачала температура не оптимальная то есть не в пределах нормы до от 15 до 20 зимний период до меньше допустим всего лишь плюс 10 плюс 5 то в этом случае подкормки делать тоже не стоит мало того в этом случае даже поливать нужно с большой осторожностью потому что обмен веществ будет замедлен эти все вещества будут не усваиваться и также накапливаться субстрати и цветы как раз не убегут из горшка никуда потому что они там прикованы и это не почва не открытый грунт буферностью большой субстрат такого объема в горшочке он не обладает и поэтому произойдет засоление субстрата мало того может произойти еще и закисление субстрата в силу того что на фоне пониженной температуры будут хорошо развиваться гнилостные бактерии и начинают происходить закисные процессы то есть вырабатывается очень много кислых веществ микроорганизмы выступают на первый план те которые любят прохладу и большую влажность и в этом случае мы можем подкортить корешки своим цветочкам корешки могут загнивать и мы в таком случае получим растение с отмирающей корневой системой то есть будьте аккуратны с поливом именно по отношению к температуре совсем окромсала ну раз уж взялась кромсать надо так совсем а то уж совсем какой-то растребка получился это у меня зебра ли да нормально вот такого достаточно муку кустика пусть лучше обрастает и еще один у меня остался сейчас попрохладнее стало и днем солнышко не такое жарко не такое текущее хотя есть еще денечки что прям тоже жарко бывает все таки август конец августа прям прямо отдых какой-то а то нас так жарила жарила все лето жарила бедные плющелистные они не любят этого жары такой дикой не любят поэтому они так у меня плохо выглядели и черенки тоже плохо выглядели сейчас все черенки которые более менее приличные плющелистных закончились те что остались нужно приводить в чувство нужно все по пересадить по перевалить через какое-то время уже будет опять у меня предложение попущились сейчас пока уже выбрать особо нечего все лучшее было выбрано так значит кормим аккуратно зимой кормим аккуратно когда мы только поливаем и в слабой слабой концентрации а зимой допустим я буду поливать в в своей зимней теплице буквально раз в месяц наверное и поэтому раз в месяц слабой концентрации удобрения универсального общего с чтобы там находились все вещества и азот и фосфор и калий и микроэлементы я буду добавлять именно в поливную воду для того чтобы все таки как-то это растение поддержать они все равно будут вегетировать все равно будут у них побеги нарастать но не так интенсивно просто как вот по летому весной почему мы обрезаем растения когда заносим их на на зимовку домой летом как правило филаргонии стараются все выставить на лоджии там да на всякие балконы в общем вынести на свежий воздух потому что им там получше влажность температура дневной ночной ход температуры более благоприятен да для этих растений вот а когда заносим нужно обрезать да вот именно по той причине чтобы у вас не получилось интенсивного усыхания листвы и интенсивного оголения нижних веток поэтому нужно сразу за обрезать сразу снизить размер растений и они же огромные нарастают за лето и будут много места занимать а подоконники то у нас точно не резиновые знаю по себе когда у меня была еще небольшая коллекция я их обрезала обрезала прям вообще до скелетного состояния и вот прям близенько близенько друг дружки на все подоконники там полочки разные все это все впихивало туда вот да и в теплицу тоже когда заходим она меньше размером будет растений то больше мне еще и места надо оставить под черенки то есть тоже я буду маточники обрезать очень так плотненько чтобы они стояли у меня и занимали мало места вот это красавчик грейбол бургунди блэйс вот этот красивый очень сорт полосатенький такой уже смотрю обрастает вот молоденькие листики начинает у них появляться зонка темненькая все как нужно и уже нет кстати вот по осени нет отека на листиков на именно на плющелистных на вот большое листика образовался при поливе уже отек у него не образуется а вот у этих листиков у летних там где они испытывали в этот период более серьезную пересушку когда не успеваешь за день так сильно пересыхает горшочек что следующий день поливаешь он уже сильно сухой поливаешь напитывается и растения клеточки лопаются это именно вот у плющелистных так бывает чтобы этого не было вот любят они чтобы была такая средненькая температура в пределах вот 20-25 градусов не выше и постоянная влажность субстрата то есть и не заливать и не пересушивать такое что-то средненькое чтобы сохранялось тогда отека не бывает и отек это считается агротехнической огрехой как бы огрехой в уходе а не заболеванием так еще какой то у меня вопрос такой задавали а ну я сейчас вам хочу сказать что обрезать можно не просто только плющелистные можно таким же образом обрезать все пеларгонии в том числе и королевские и зональные и межвидовые любые обрезаем не боимся так еще важный момент хочу заметить когда мы переносим время уже близится в некоторых регионах уже достаточно низкая ночная температура заносим своих красавиц примерно вот в такой период когда выравнивается температура в помещении где мы будем зиму держать и на открытом грунте то есть на улице ну вот примерно конец августа начало сентября не дожидая заморозков нужно уже занести свои растения но если они в хорошей форме в большом цвете то наверное жалко же сразу обрезать ну тогда если есть у вас возможность подержать их какое то время на закрытой лоджии или на веранде где ну есть возможность разместить такие крупные растения когда они в полном цвету еще какое то время полюбоваться с ними но в это же время растения проходят такую адаптацию когда и ночью и днем более ровная температура то есть в ночь уже не такие похолодания как бы они были на улице ну а потом все равно придется обрезать все равно придется обрезать растения и потом уже заносить их на подоконник но желательно это сделать до включения отопления или если у вас частный дом до того момента как вы уже начинаете отапливать свои жилые комнаты вот до этого для того чтобы растение начало обрастать именно вот до сухого воздуха а когда то есть уже начали побеги прорастать а когда вы уже затопили жилье уже стало тепло или дали отопление в городских квартирах то тогда уже эти маленькие побеги маленькие веточки они уже более способны быстрее адаптироваться привыкнуть вот к нашему этому сухому воздуху более теплым ночам и будет как бы это для растения лучше ну оно будет здоровее ну и лучше выглядит но опять же в осень не кормите не злоупотребляйте подкормками вот есть еще для созревания подкормка монофосфат калия или калий монофосфат правильно он называется не злоупотребляйте этим удобрением потому что эти соли сильно старят лист они как бы заставляют цветение заставляют ускориться цветение то есть быстрее растение входит в фазу цветения так а за счет чего за счет того что лист старится и как будто бы искусственно растение проходит вот перепрыгивает с одной фазы резко в другую то есть фаза наращивание массы построение большого количества междоузл и соответственно закладка большего количества цветковых почек она как бы пролетает ускоряется вот только-только отрост побег и сразу бах он уже старенький и уже все ему уже цвести вот за счет этого зимой это не нужно нам не нужно это цветение но нам и не нужен большой рост поэтому нам и азотные удобрения тоже не нужны я же говорю подкармливать ну буквально раз в месяц даже если вы дома держите я буду в теплице держать я буду раз в месяц поливать с поливной водой но не сейчас не в осенний в осенний период мы еще смотрим по ситуации а то вы скажете что прям вот с сегодняшнего дня раз в месяц поливать нет смотрите анализируйте и анализируйте вашу ситуацию значит мысль давайте обозначим в зимнее время то есть не в зимнее в осеннее время после когда мы обрезали казалось бы нужно же обрасти растение но вот в этот период когда мы уходим на зимовку нам ведь не нужны эти побеги чтобы они быстро быстро обрастали пусть все идет своим чередом вот в этом субстрате в этом горшочки находится все что нужно для питания здесь не так уж и мало азотных веществ не так уж и мало и фосфора и калия всего этого есть достатки здесь же находятся микроорганизмы они постоянно минерализуют вот этот субстрат постоянно они его разлагают строят свои тела сами погибают опять они же сами свои тела минерализуют и другие поколения этих микроорганизмов В общем, процесс идет непрерывно и постоянно. Кроме того, такие вот маленькие растения, они не так много и потребляют. Значит, здесь запас тех поливок, которые вы делали раньше, он здесь остался. Вот поэтому в осенний период не стоит кормить. В зимний период, ну, буквально раз в месяц. И желательно комплексным удобрением, чтобы там был и азот, и фосфор, и калий, и все микроэлементы. Для того, чтобы листики у нас не желтели, не краснели, ну, не показывали какую-то голодовку. И развитие происходило равномерно, равноценно, как бы так сказать. Считая с условиями окружающей среды, с уменьшенным днем, с повышенной температурой и, ну, с поливом, какой у нас есть. Так, ну, в общем-то, не знаю, правильно ли я до вас донесла какие-то моменты или нет. Если вам что-то, еще какие-то моменты непонятны, вы обязательно мне напишите в комментариях. Постараюсь, как бы, при каких-то своих работах я еще буду показывать, как я обрезаю растения. Я готовлю маточники на зимовку перед переносом в другую теплицу. Я буду, конечно, все это рассказывать и показывать. И еще, и еще упоминать именно о нюансах кормежки, нюансах полива, нюансах содержания именно зимнего, осеннего. Ну, вот этот момент по температуре вы сейчас пока имеете в виду. Потому что были уже вопросы, мне задавали, когда уже можно переносить домой. Ну, то есть, точно не после заморозков. Точно. То есть, нужно это сделать, уловить момент до заморозков обязательно. И вот постараться сначала частично занести в какую-то теплую, в такую веранду закрытую, которой ночью не будет заморозков. Ну, а потом обрезать и постепенно все это перенести на подоконники. Сейчас, на осенний период, пока еще солнышко у нас более-менее светит, можно размещать также и на восточных, и на западных окнах. А потом, когда у нас уже зима, и по возможности пеларгонии всех видов нужно перемещать на южные окошки. Потому что это все-таки светолюбивый цветочек. И он не так будет сильно тянуться на южных окошках. Даже если вы не будете применять искусственную подсветку. А большая часть цветоводов, вот обычных, кто просто хочет, там, ну, 3-5 цветочков дома держит в пеларгонии, для них, конечно, это не актуально устраивать там серьезные какие-то стеллажи, подсветки вешать там и прочее. Просто люди держат для своего удовольствия пару горшочков на подоконнике. И вот постарайтесь тогда их разместить на более южных окошках, для того, чтобы герань у вас не вытягивалась, не формировала голенастые высокие кустики. И там мы сделаем еще одну обрезку зимнюю, потом мы до этого плавно доживем. Зачем сделаем, я вам тоже потом расскажу, пока будет это у нас инфикой. Ну вот, в общем-то, я немножко поработала, прибрала свои растения, вам кое-чего рассказала, чего узнала. Ну, всего доброго, до свидания.